Приветствую, братья и сестры, всех! Сегодня предлагаю перед нашей молитвой текст Священного Писания, это Исход, книга Исход, 34 глава. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. И я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, пристанешь предо мною, там, на вершине горы». И 29 стих. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Еще совсем недавно мы помним этого Моисея, который сходил с горы, со скрижалями, которые Бог дал ему, на которые был написан закон. И когда он поспешал прийти в стан, потому что там народ развратился, согрешил, то во гневе своем по ревности Моисей разбивает эти скрижали. Теперь Бог говорит, «Сделай ты по образцу, который ты имел прежде, который я тебе давал, и будь готов, войди на вершину горы, на гору Синай, утром пристанешь предо мною, я буду говорить с тобой». Что мы видим в 29 стихе? Мы читаем, что у сходящего с горы Моисея, после того, когда он был там, у него сияло лицо. Чем знаменателен был Моисей еще? Мы знаем, что у Моисея, пребывающего среди народа, который он вел, сиял характер. Он отличался этим. Он был кроток пред Богом, он был послушен Богу, он искренне любил свой народ. Знаете, это замечательный пример для нас, для всех, как необходимо нам сиять вот этим светом. как христианам. Знаете, лицо Моисея увидели люди. Моисей этого не видел, он не знал. Знаете, как важно, если сияние святости в жизни нашей, как христиан, увидят люди, увидят эту перемену, увидят этот новый образ жизни. Вы помните, когда Тимофей сказал, говорит, я как-то там был на Трахстапе, и мусульманин один подошел и говорит, ты христианин. Что-то он определил, как-то он узнал о том, что человек это не просто другой какой-то, а в чем-то в нем есть разница по отношению к другим. Поэтому, как важно, если сияние вот этой святости увидят люди, а не мы сами будем ее провозглашать или показывать ее, или хвалиться этим. В 4-й книге Царств, в 4-й главе мы читаем 9-й стих. Когда Елисей однажды зашел в Саном, то одна женщина, богатая, неизвестно ее имя, она упросила Елисея зайти к ней в дом, чтобы вкусить хлеба. И всякий раз, когда Елисей проходил через Саном, эта санометянка открывала дверь ему, и он заходил для того, чтобы вкушать, чтобы отдохнуть. И вот однажды эта женщина говорит своему мужу, что вот этот человек Божий, который постоянно к нам приходит, который ест хлеб у нас, он святой. В нем есть те качества, которые нет в других. Эта женщина определила, что в этом человеке он не хвалился, Елисей, может быть, своей святостью не хвалился, но в разговорах, в общении с этой женщиной она поняла, что этот человек Божий, он еще и святой. Она определила как-то. Знаете, причины сияния лица Моисея. Какие причины, почему лицо Моисея вдруг стало сиять лучами, которые заметили люди. Я думаю, что есть причины. И я нашел, по крайней мере, три причины, которые могут быть. Может быть, вы найдете больше. Первое, это от того, что Моисей разговаривал с Богом. Это были особые дни, это было особого рода беседа с Богом, потому что Бог разъяснял закон, который он дал ему на скрижалях, который он очертал на этих скрижалях. Вот эти сорок дней поста и молитвы Моисея пред Богом, они изменили человека, они изменили Моисея, он увидел совершенно по-другому Бога, потому что пост и молитва это источник нашей святости и нашей чистоты, нашей жизни. Конечно, что-то мы утрачиваем, мы, может быть, не так часто постимся и не так долго постимся, по крайней мере, я говорю о себе, но пост и молитва, она меняет человека, она преображает человека. Молитва к Богу, она, это обещание, это общение, это жизнь с Богом, она освещает человека, она изменяет нашу жизнь. Посмотрите, что говорит Асав в 72-м псалме. Когда мы читаем этот псалом, Асав говорит, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, когда я увидел, посмотрел на этих беззаконников, которые блаженствуют, которые уточняются, у которых выкатились от жира глаза, я, говорит, посмотрел на их жизнь безупречную, посмотрел, что они до конца во все дни свои блаженствуют, и едва не пошатнулось сердце мое, едва не поколебался я. Но посмотрите момент, что он говорит, и я думал, и думал, как же бы уразуметь вот это все, что происходит. И 16-й, 17-й стих, 17-й стих, доколе не вошел во святилище Божье и не разумел конец их, доколе не соприкоснулся и не обратился к Богу, и Бог не показал конец этих людей нечестивых. И тогда он увидел, увидел действительно, что общение с Богом, оно преображает человека. Моисей, когда был на горе Синаи с Богом, вот это дало то, что лицо его стало сиять, потому что по-другому оно было невозможно. Вторая причина, которая может, от чего Моисея лицо сияло, это от общения с Богом, от общения посредством Слова. В жизни нашей мы точно так же, если мы будем иметь это общение с Богом посредством Слова, наша жизнь будет преображаться. Потому что, читая Писание, мы как бы лично видим Бога в Его святых действиях, в жизни нашей и сознаем свое несовершенство, тогда, когда мы обращаемся через Слово к Слову, к Богу, оно преображает нашу жизнь. Мы понимаем свое несовершенство, понимаем свои недостатки, мы видим через Слово, что чистота Бога, она выше, к которой мы должны стремиться. Евангелист Иоанн говорит, мы читаем, когда первые стихи Евангелия от Иоанна, там был свет, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот 9 стих, мы читаем такие слова, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Знаете, это как бы вновь вдохновляет нас, чтобы приблизиться к Богу. И как апостол Павел пишет во 2-м послании к Коринфянам, в 3-й главе, 17-й и 18-й стихи, что Господь есть Дух, а там, где Дух Господень, там свобода. И 18 стих, мы же всем открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. взирая на славу Господню, мы преображаемся, наша жизнь изменяется. Вот почему тогда, когда мы общаемся через слово с Господом, наша жизнь изменяется. И, конечно, третий момент, это отобщение со святыми людьми. Многие люди сегодня, может, в период этой пандемии, решили, что лучше не общаться, лучше находиться дома у компьютера, смотреть онлайн. Но Слово Божие говорит нам, что человек преображается и изменяется тогда, когда мы общаемся с людьми святыми. Жизнь это пример, жизнь, которая показывает и говорит нам о том, что это на самом деле факт. То, что тогда, когда мы имеем это общение, непосредственно общение с близость, друг с другом, оно вдохновляет нас, оно дает нам жизнь, дает нам стремление идти вперед. Посмотрите, как начинается в Солом 132. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Удивительные слова. А как же обойти это все? А это невозможно. Если твое лицо тускнеет, если оно не светится радостью, если оно не излучает любовь, если в нем нету мира, то Слово Божие говорит, иди, иди в молитвенном общении с Богом, преклоняйся к своей колени, молись, позови кого-то вместе с тобой помолиться, для того, чтобы вновь преобразиться, для того, чтобы снова приблизиться к Господу, чтобы опять засиять. Засиять, как засияло лицо Моисея, потому что Моисей любил народ свой, и он шел к нему. Знаете, что Моисей, мы видим, что он не знал, что лицо его сияет. На всем своем пути, пока он спускался с горы Синая, он не знал. Почему? Я думаю, что подлинная святость, она неизвестна его обладателю. Подлинная святость человека, она неизвестна мне, неизвестна тебе. А истинный христианин, он не будет хвалить себя и говорить, что я свят. Я думаю, что ему неизвестно, сияет ли его лицо. Только другой человек может сказать о ком-то, если в нем засияло лицо. Потому что эта санаметянка, она увидела в Елисее, она говорит, что вот этот человек Божий, постоянно заходящий к нам и кушающий у нас, он святой. Она определила по каким-то параметрам. Поэтому нас определяют люди по каким-то параметрам. Святой я, сияет ли мое лицо или нет. Так вот, Моисей не знал. Но почему он не знал? Есть тоже причины, потому что его мысли были заняты только мыслями о Боге. Были заняты Богом. Моисей видел, видел Бога часть со стороны, видел проходящего его, и это потрясло его. Потрясло Моисея и то, что он беседовал с Богом, и Бог наставлял его, и он понимал о том, что он ничто перед Богом. Он теперь видит, что недостаточно чист, недостаточно, чтобы быть в присутствии Божьем. Моисей понимал это. Значит, чем больше мы познаем Бога, чем больше человек познает Бога, тем больше убеждается в своем несовершенстве, в своем недостоинстве быть в присутствии Бога. И тогда нам надо как-то укрыться, надо укрыться и скрыться где-то от лица Господня, скрыться за скалу. Что же это является скалой нашей жизни? Я думаю, что это Христос, за которым мы можем скрыться, кровь его, за которой мы можем укрыться, потому что гнев Божий он грядет на сынов человеческих. Но во Христе мы имеем вот это укрытие перед Богом и оправдание для того, чтобы стоять при лицом Его. Потому что мысли Моисея были заняты Богом тогда, когда он находился там на горе Синая. Это одна из причин. Другая причина, потому что он видел слова закона. Те слова закона, которые были на скрижалях написаны Богом, руками Господними. И слово закона, оно показывало Моисею о его несовершенстве. Знаете, если мы смотрим на Евангелие и слова Христа, то мы видим, как мы еще далеки от той цели, к которой мы идем. Если мы смотрим в слово, если мы смотрим на Евангелие, то мы поймем, что мы еще далеки от той цели. Поэтому это вторая причина, которая заставляла и видели сияние лица Моисея, потому что он держал слова закона в руках своих. Третье, потому что он думал о своем пути. Путь, который был с горы Синая, это не был хайвей, это не был асфальт. Ему нужно было нести две скрижали. Он знал о прежних, которые он когда-то разбил, и эти нужно было ему донести вновь для народа, для того, чтобы провозгласить имя Иеговы, для того, чтобы провозгласить слово, которое дал Господь. И поэтому для Моисея нужно было идти вниз с горы, чтобы не разбить то слово, которое он нес. Я думаю, что для каждого из нас, для меня и для тебя, скрижалями является наше сердце. И мы должны наблюдать за путем нашего сердца, как мы идем, для того, чтобы нам не разбить чистоту нашего сердца пред Господом, если мы забываем его слово. Ну и четвертое, перед нашей молитвой, я думаю, что почему Моисей не знал, что его лицо сияет. Моисей был занят судьбой людей, которые ему нужно было вести, судьбой человека. Я думаю, в первый раз эти люди уклонились, и Моисей не мог сдержать своего пыла в ревности своей, и он разбил скрижали. Что делают они теперь, когда он спускался с горы, он не знал. Но я думаю, тому, кто заботится о состоянии грешников, ему некогда любоваться собою. Поэтому Моисей, спускаясь с горы, и не подозревал о том, что люди могут увидеть в нем другого человека с сияющим лицом. Пусть Господь благословит нас, чтобы поступая в жизни так, и поступали в жизни так мы, каждый из нас, чтобы окружающие люди в нас видели Божьих детей с сияющим лицом, с прекрасным характером, для того, чтобы имя было прославлено его в жизни нашей. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok